Дело в том, что Шива находится за пределами представлений «хочу-не хочу». В отношении Шива Шактепадхи, в отношении Ануграхи у нас существует разная способность ее улавливать. Авидия, Асмита, Рага, Двеша, Абхеневеша, смотри, Мокша, Мантры, Джапа, Кумбака, практикуй, ведь это здорово. Ведь все понятно ведь, ну как это не понимать-то? Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После того, как Вишна удалился Нарада странствовал по земле С благоговением созерцая Шивы Лингамы В различных святых местах По ходу своих странствий по земле С сердцем, исполненным радости, преданности Он увидел много образов Шивы Которые даруют верующим Мирские наслаждения и освобождения Узнав, что Нарада, наделенный Божественным видением, путешествует по земле К нему, который к тому времени Вновь обрел чистоту ума Подошли два спутника Шивы Они поклонились ему и коснулись его стоп Желая освободиться от проклятия Они почтительно сказали ему Спутники Шивы сказали О небесный мудрец, сын Брахмы Внемли, пожалуйста, нашим словам Мы, прежде нанесшие тебе оскорбления На самом деле не Брахманы О провидец среди Брахманов Мы твои прежние оскорбители Спутники Шивы Побуждаемой Шивой Ты проклял нас Когда твой ум был одурманен Призрачной страстью К принцессе На своем варе Понимая, что случай не подходящий Мы тогда не проронили ни слова Мы пожали плод Своего собственного деяния Никого не следует в этом винить О господин, будь милостив Благослови нас сейчас Сута сказал Услышав слова спутников Шивы Связанные с преданностью и почтением Мудрец ответил с любовью, каясь Своей прежней ярости Нарада сказал О спутники Шивы В высшей степени достойные почестей От благих людей Послушайте, пожалуйста, мои слова Свободные теперь от заблуждения Они истинные и принесут вам счастье Раньше ум мой был извращен Это было определенно по воле Шивы В этом состоянии заблуждения И извращения разума Я к несчастью проклял вас обоих Ум каждого живого существа в сансаре Атеиста, материалиста Он в каком-то смысле извращен Такой ум создает Сильно двойственную Сильно эгоистичную картину мира Основанная на привычных кармах И шаблонах И такая ложная картина мира Следуя излюбленному трюку ума Объявляет себя субъектом А внешний мир отдельными объектами Считая, что между ними нет никакой связи Они существуют сами по себе И вот такая ложная картина Это основа неведения Врожденного неведения Основа авидии Тогда как картина мира богов Святых, ситхов, просветленных Она не содержит в себе примесей авидии И вот такое видение С примесью неведения Называется душа дришти Когнитивное искажение Когнитивный изъян Какое-то недостаточное зрение Извращенное какое-то видение Плохое зрение Плохое видение Плохое в смысле Недостаточное Чтобы видеть четко и ясно Как все в этом мире обстоит В самом деле Это врожденное неведение Приводит к тому, что Атман, внутренняя сущность Забывается Поэтому оно неизбежно Ведет к асмите Хоть он и чувствуется Как едва слышимый голос сына По выражению Веданта Панчадаси Но он не распознается А потому забывается Это называется асмита И когда атман не распознается То все, что остается воспринимать Это антахкарана Внутренний инструмент Состоящий из маноса Будхи, ахамкары и читы И естественно здесь начинает Доминировать ахамкара С ее чувственными привязанностями А ум подчиняется ей Так возникает рага Цепляние Действия в привязанности В приятии и отвержении И все это приводит К сильному состоянию двеши Двойственности, разделению Когда то, что нравится, желанно А если что-то препятствует тому, что нравится Это объявляется плохим, негативным И на это возникает гнев И это объявляется нежеланным Это еще называется Приятие и отвержение Игра в приятие и отвержение Такая двеша Приводит К устойчивому цеплянию К устойчивой жажде бытия В двойственном состоянии К устойчивому цеплянию За ту иллюзию, которая На данный момент представляется нам Нами То есть поток сознания Дживы, заключенный в тело Это устойчивая иллюзия Основанная на Деха Васане На Лока Васане То есть на отождествлении с телом Отождествлении с локацией И местом пребывания Все это и есть извращенный ум Который не позволяет живому существу Воспринимать Бога Не позволяет быть счастливым Идти по пути освобождения В таком извращенном состоянии ума Накапливается разнообразная карма И выход из этого извращенного состояния Начать прилагать активные действия На разных уровнях На уровне тела Заниматься севой На уровне праны Очищать свою прану Читать мантру И на уровне ума Стараться прорваться вне ум В состояние Неконцептуальной осознанности Сахаджи Но Все это возможно Только если на то будет Благословляющий импульс Шивы Ведь Миллиарды людей на земле Вот если вы так подойдете И скажете человеку Смотри Авидия Асмита Рага Двеша Абхиневеша Смотри Мокша Мантры Джапа Кумбака Практикуй Ведь это здорово Ведь все понятно Ну как это не понимать Это как бы Кату даже понятно А вы чувствуете Никакого вообще отклика Скажет Это твои представления Какие-то А у меня Своя идеология Жизни А я не верю в это А мне и так Так хорошо А меня дача ждет У меня билеты В кино А у меня внуки Растут И они должны Может это интересно У внуки Все И вы чувствуете Что то Что вам Понятно Как дважды Два Другому Вообще Непонятно И возможно Он должен Проделать Путь Там сто лет Стоп дойти до этого А может сто Жизни Дальше 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 Должны Созреть заслуги Должна быть Восприимчивость К божественной Благодати И должен Снаружи Шива Проявиться В виде Гуру В виде Шастра В виде Дхармы В виде Садху В виде Санги Должны Сложиться Условия И вот Когда эти Условия Складываются Это и есть Драгоценное Человеческое Рождение И вот Разница Между Драгоценным И Недрагоценным Человеческим Рождением Велика Драгоценное Человеческое Рождение Называется Пинда Есть его Признаки Например Описанные В тексте Сидханта Шикамани И наделяет Этим Драгоценным Человеческим Рождением С одной стороны Человек Сам себя Его карма Его поступки В прошлых Жизнях А с другой Более высокой Точке зрения За этим Тоже Есть воля Шивы Однажды Одна преданная Ним Королю Бабы Сказала Расскажите нам О бесформенном Брахмане Баба Сказал Чего ты Как бы Забиваешь Себе голову Вот Кого Господь Изберет Слушать И идти по пути Освобождения Того он Изберет Но Она Настаивала Тогда он Однажды Сказал Пойдем Я сейчас Буду Рассказывать О Брахмане Она была Мирянкой Она сказала Меня сейчас Ждет там Сын Его надо Забрать Из детского Садика Он удивился Ты же Хотела Чтобы я Рассказывал О Брахмане Я бы Хотела Но Вот У меня Есть Тогда Баба Сказал Вот Видишь Господь Тебя Должен Избрать Тогда Ты будешь Готова Слышать О Бесформенном Брахмане То есть Должна Быть Милость Должна Быть Благодать Шива То есть Нужно В каком-то Смысле Быть Выбранным Шивой Это Подобно Тому Как Садовник В огороде Смотрит Так Этот Арбуз Уже Созрел Его Надорвать Нести На кухню А этот Еще Зеленый Звук Другой Этот Созрел Можно брать А этот Еще Зеленый И вот Так Шива Выбирает Души Наделяя Их Драгоценным Человеческим Рождением С другой Стороны Если Посмотреть В Относительный План Есть Усилия Дживы Души Шива Выбирает Те души Которые Стремятся Изо всех сил Быть готовыми Поэтому Со своей Стороны Джива Душа Когда Она Узнает Через Внешнее Проявление Бога Через Гуру О том Что Надо Стремиться Она Должна Постараться Стремиться Накапливать Заслуги И так Устремляться Чтобы Шива Ее Выбрал Вот Такой Парадокс Шива Выбирает Те души Которые Стремятся И Которые Готовы Но Чтобы Стремиться Надо Чтобы Шива Выбрал И Кто Здесь Главнее Выбор Шива Или Выбор Джива На самом Деле Сложный Вопрос Некоторые Говорят Что Даже Выбор Джива Это Все Рано Тот же Самый Выбор Шива Что Джива Только Ложно Представляет Что Она Что Выбирает С Другой С Другой Джива Наделена Свободой Выбора И Свободой Воли Но Тогда Здесь Можно Возразить А Что Такое Джива Разве Она Не Тот Жива Шива В Облике Дживы Он Живы Выбирает И Здесь Мы Двумя Типами Воли С Ичха Шакти Идущей Из Божественного Плана И С Той же Самой Ичха Шакти Идущей Из Божественного Плана Но Преломившейся Через Антахкар Ахамкар Через Саму Дживу Два Типа Воли Играет Между Собой И Вот Этот Выбор Происходит Между Этими Двумя Волями И Первая Это Воля Шивы А вторая Воля Это Воля Шакти Выходит Так Что Тело Человека Это Поле Игры Шивы Шакти Шакти Относится К телу И пяти Оболочкам Антахкар Это На самом деле Воля Шакти Потому Что Мы Все Застаем Из Шакти Читаманас Будхья Ханкара Пять Кош Это Все Шакти В Нас А Шива Это Чистый Атман И То И Другое Имеют Воли Другими Словами Шива Желая Развлечься Создал Человека Проявил Свою Шакти И Вот Эти Две Воли Одна Идущая От Шивы Другая От Шакти Они Как бы Сталкиваясь Мести И Определяют Выбор Не Миновать Тем Не Менее Слушайте Оганы Я Расскажу Вам Как Избавиться От Этого Проклятия Простите Теперь Пожалуйста Мой Грех Вы Родитесь Демонами От Семени Великого Мудреца И Благодаря Его Могуществу Обеспечьте Себе Главенствующее Положение Царей Демонов Которым Будут Дарованы Процветание Мощь И Великая Доблесть Вы Будете Править Всей Вселенной Как Преданные Почитатели Шивая Обуздавшие Свой ум Вы Обретете Своё Прежнее Положение После Того Как Навлечете На себя Смерть От рук Проявления Шивая Суда Сказал Стоп Проявление Шивы Очевидно Имеется Ввиду Випхава Есть Понятие Аватара Нисхождение Воплощение Бога А есть Випхава Випхава Это Частичное Проявление Божественной Силы Каком-либо Существе Например Человеке Ситхи Он Может быть Не осознавать Себя Шивой Не быть Просветленным Даже Он Может быть Не быть Аватаром Но он Может быть Наделен Огромной Силой Огромным Могуществом Огромным Красноречием Огромным Мастерством Чем-либо Какое-то Божественное Качество Когда оно Проявляется Частично Его называют Випхава Допустим Есть Душа Которая Стремится К освобождению А вот Допустим Шива Не хочет Ее освобождение А как Ей Думать Нужно ли Ей пытаться Узнать Хочет ли Шива Его освобождение Или не хочет Может быть Это эгостичное Желание Стремление К освобождению Если есть Два Фактора Так как С точки зрения Практикущего Как он должен Думать На что Настраиваться Может быть Я хочу Освобождение А допустим Шива Может не хочет Может быть Мне нужно Об этом думать Хочет ли Шива Освобождение Планирует ли Он его Как с точки зрения Практикущего Это Дело в том Что Шива Находится За пределами Представлений Хочу Не хочу Вот такой То есть Он как бы В равностности У него Примерно Такой подход Хочешь Освобождение Ну Освобождайся Не хочешь Ну Играю В пределах Моей Прокрыти Материальной Энергии Он Очень Свободный И он Дает Живе Тоже Свободу И вот Здесь Вопрос Насколько Восприимчива Душа И насколько Она способна Сформулировать Сформулировать Шиве Своё Желание Свободы Он Исполнит Любое Желание То есть Он Как бы Всей душой Рад Но Вы Должны Заявить Об этом Это Так же Как Монахи Вот Если Человек Хочет Монахи Мы Всей душой Рады Ему Помогать Но С другой Стороны Если Он Не Формулирует Ясно Чётко Своего Намерения Активно Мы Его Как бы Не тащим Да Уважая Свободу Воли Даже Не то Что Уважая Это Даже Больше Чем Уважение Просто А Настаивая Что Его Свобода Воли Должна Быть Сильно Сформулированной Если Она Не будет Сильно Сформулированной То Ну Как бы Это Ещё Расценивается Вот такой Принцип Когда Человек В Саньясу Идёт Когда Человек Говорит Гуру Куда Мне Идти В Саньясу Или Жениться Когда Так Ставится Вопрос Гуру Говорит Наверное Всё-таки Жениться Раз Ты Так Ставишь Вопрос Потому Что Тот Кто По-настоящему Хочет Саньясу Он По-другому Ставит Вопрос Он Его Вообще Не Ставит Он Говорит Что Надо Сделать Чтобы Мне Дали Саньясу Всё Других Вопросов Не бывает Так же И Шива Примерно Мыслит Он Уважает Нашу Свободу Воли И Здесь Тогда Мы Должны Понять Мы Должны Действовать Через Шапти Мы Должны Свой Запрос Сформулировать Через Шапти Шапти Это То Из Чего Мы Состоим И То Что Предъявляет Нам Кармические Ограничения Но И То Что Может Сформулировать Этот Запрос Понятно То Мы Должны В Относительном Смысле Стремление Волю Проявлять Заслуги Накапливать Через Проявленное Гор Тогда Непонятно Что Есть Милость Шивы Потому Что Многие Например Практикующие Они Даже Не хотели Освобождения Ну Не Практикующие Садху Древности К примеру И На них Просто Где-то Сидели На кладбище К примеру Или Их выгнали Из дома Они Вот И Они Не хотели Освобождения Но Так Получалось Что Они Увидели Как бы Спятого И Шли В этот Путь По этому Пути Вот И тут Тогда вопрос Либо это Их Прошлые Заслуги Получается Так Правильно Да Прошлые Заслуги Несомненно Но Тогда Где Тут Милость Если Заслуги Это Заслуги Привлекают Милость Заслуги Делают Дживу Чувствительной К милости Скажем Так Вот Есть Гуру Вот Есть Ученики Тот Факт Что Есть Гуру Это Милость Шива Тот Факт Что Излагается Дхарма Это Милость Шива Но Среди Сидящих Учеников Некоторые На Открытом Сатсанге Послушают Ну Да Интересно И Идут Дальше Другая Часть Спросит Как Стать Карма Саньяси Третья Спросит Как Стать Брамачари Четвертая Спросит Как Стать Саньяси И пройти Трехлетний Ретрит Ситуация Одна и та же Но Откликнуться На него По-разному Отчего Это Зависит От Готовности Так От Способности Слышать Поэтому Мало Слушать Надо Мало Слушать Надо Слышать Таким же Образом Способность Уловить Милость Шива Это И есть Ее Готовность Милость Существует Всегда Но Ее Надо Уловить Вот Эти Души Были Готовы Уловить Ее Возможно Шива И другим 99 Тоже Так Являлся Устраивал Все Но Они Просто Были Глухи Не Уловили Есть Разные Таланты Способности Например Кто-то Способен Уловить Там Соната Ля Бемоль Мажор Звуки А Кому-то Ля Бемоль Си Бемоль Неважно У него Нет Не Улавливает Не Различает Звуки Таким же Образом В отношении Шива Шактипадхи В отношении Ануграхи У нас Существует Разная Способность Ее Улавливать Но Ее Можно Натренировать Прилагая Усилия И вот Здесь Как раз Есть Свобода Воли Души Через Шакти Вот На нашем Уровне Тренировать Тренировать Прилагая Рвение Усилия Усердия Допустим Если у меня Нет Способности Улавливать Милой Шивы Но Я могу Ее Внешне Тренировать Например Делая Простирание Или Распевая Баджина Или Читая Мандру Способность Улавливать Милой Шивы Она Повышается И когда Нибудь Вы Почувствуете Да Я могу Улавливать Эту Милость Это Нечто Очень Тонкое Это Нечто Запредельное Но Я могу Ее Каким-то Непостижимым Образом Чувствовать Сута Сказал Услышав Эти Слова Великодушного Нарады Двое Спутников Шивы Возликовали И Радостные Возвратились В свою Обитель Нарада Тоже Был Рад Медитируя Исключительно На Шиву Он Продолжил Своё Путешествие По земле Лично Осматривая Различные Святые Места Связанные С Шивой Достигнув Каши Который Превосходит В святости Все другие Города Является Любимым Прибежищем Шивы Легко Дарует Благосклонность Шивы И Тождествен Шиве Мудрец Обрёл Удовлетворение Чей ум Полностью Очистился Памятованием А Шиве Отправился В мир Брахмы Он Жаждал Глубже Узнать Истину А Шиве Там С преданностью Поклонился Поклонился Брахме И Восставил Его В разнообразных Молитвах С умом Обращённым На Шиву Он спросил Его О благих Истинах О Шиве Нарада Объясни Объясни Сущности Я слышал Всё о его Существ Рождение Парвати И её Бракосочетания А также Рождение Гухи У Владыка Вселенной Рассказы Об этом Я и раньше Слышал От многих Но я Неудовлетворён Поэтому Я ищу Прибежище В тебе Окажи мне Пожалуйста Милость Выслушав Эти слова Нарады Своего Сына Брахма Дед Мира Сказал Следующее Глава Шестая Описание Природы Махапралаи И появление Вишну Брахма Сказал О Брахман О лучший Среди Небожителей Благостно То Что ты Служащий Мирам И желающий Им блага Стремишься Узнать Я Объясню тебе Благостную И целительную Истину О Шиве Услышав Которую Люди Избавляются От различных Грехов Ни я Ни Вишну Никто Либо еще Не понимает Ни истинной О Шиве Ни его Удивительных Высших Образов Во время Великого Разрушения Когда все Движущееся И неподвижное В мире Растворяется Все погружается Во тьму Где нет Ни солнца Ни планет Ни звезд Там нет Луны Нет Разделения На день и ночь Там нет Ни огня Ни воздуха Ни земли Ни воды Там не существует Ни проявленного Предначального Бытия Весь небес Весь небосвод Совершенно пуст Ни огня Ни огня И есть лишь То что Веды Ни называют Сущие И брахман Когда этого Видимого мира Не существует Есть только Сад Брахман Которого Йогины Непрерывно Созерцают В своем Внутреннем Я В пространстве Своего сердца Так В момент Пролая Существует Только Ниргуна Брахма Непроявленный Брахман В форме Пустоты О нем Невозможно Ничего сказать Кроме того Что он Есть Как чистое Сознание Без Атрибутов Без имени Без формы Без времени Без деления Нататвы Без проявлению Шакти Без проявления Богов Манифестации Миров И движения Такой Пустотный Аспект Ниргуна Брахмана Это Основа Всего Мироздания Его Необходимо Сначала Постичь Философски Рассматривая Три Теории Творения Кто Может Перечислить Срежьте Дрежьте Вады Постепенного Дрежьте Срежьте Мгновенного И Аджата Вады То есть Нетворение Да Теория Нетворения Наиболее Близка К такому Пустотному Переживанию Когда Когда вы Постигаете Интеллектуально Вы Постепенно Проникаетесь Верой В эти Три Теории В порядке Их Восхождении Доходите До понимания Аджата Вады Кульминация Философии Аджата Вады Изложена В Мандуке Карике Святым Гаудападой И в Других Текстах Затем Это Интеллектуальное Постижение Следует Подкрепить Медитацией И созерцанием Чтобы Получить Опыт Недвойственной Пустоты Проникнуть В то Измерение Где Не существует Ничего Кроме Бескачественного Ниргуна Чистого Сознания И это Сознание Есть Основа Мироздания Это Знакомство С такой Непроявленной Стороной Шива Однако На этом Его Знакомство Нас С Шивой Не Заканчивается Вслед за Этим Мы должны Познакомиться С Шакти Энергиями Творения Шива Понять Как Они Зарождаются В пустоте Как Вибрируя Проявляется Надо Бинду Кала Как Происходит Развертывание Татв Игун И Творения Миров Без Такого Понимания Мы Не Поймем Как Внутри Нас Зарождается Карма Как Внутри Нас Зарождается Сансара И Как Она Освобождается Его Невозможно Постичь Умом Слова Полностью Бессильные Выразить Его У него Нет Ни цвета Ни имени Он Ни толст Ни тонок Он Ни короток Ни длинен Он Ни легок Ни тяжел Он Не знает Ни увеличения Ни уменьшения Веда Говорит Что Он Удивительным Образом Охватывает Все Что Только Существует Он Есть Сияние Истина Знание Вечное И великое Блаженство Он Неизмерим Сам По себе Опора Неизменен Лишен Образа Свободен От Всяких Свойств Воспринимаем Йогинами Всепроникающ И есть Единственная Причина Вселенной Этот Непроявленный Брахман Испытывается Каждым Живым Существом В момент Смерти Когда Красная И белая Бинду Уже Нестягиваем Ветрами Неподдерживаем Телом Направляются В Сушумну Сушумна Наполняется Пранами Переживается В виде Нитрехгун И затем В виде Нечистого Ясного Света Таким же Образом При засыпании Частично Не полностью А частично Душа Также Переживает Непроявленный Аспект Брахман Если Это Йогин Хорошо Тренирующийся В Йоге Сновидений В Йоге Света Это Может Переживаться Также В момент Засыпания И во сне Хотя Это Очень Трудно Таким же Образом Непроявленный Аспект Может Переживаться Во время Садханы Брахмамантры Брахмамантра Это Практика Тантрийского Внешнего Поклонения Описанная В Маха Нирвана Тантре Для тех Чей ум Склонен Все-таки К чему-то Внешнему Но Эта Практика Направлена Именно На Поклонение Брахмана И она Ведет К недвойственному Переживанию Брахмана Поэтому Она Очень Велика И Эффективна Наконец Хороший Сотерцатель Переживает Этот Аспект Шивы Во время Поддержания Естественной Осознанности В повседневной Жизни Начиная Состояние Джаграт Сушупти И затем Переходя К Джаграт Турья Два Этих Состояния Если Сознание Фиксируется В них Способно Переживать Опыт Ниргуна Брахмана Он Свободен От Противоположностей У него Нет Начало Он Свободен От Иллюзии И Связанных С ней Мучений Он Один Без Второго У него Нет Ни Начала Ни Конца Он Не Знает Становления Он Существует В Образе Чистого Знания Люди Испытывают Сомнение Как Его Называть Затем Через Некоторое Время Это Бытие Говорится Пожелало Второго Это Бытие Лишенное Собственного Образа Пожелало В порядке Своей Игры Создать Себе Благой Образ Наделенный Всей Силой Добродетелями И Знанием Нужно Создать Образ Который Проникает Везде Заключает В себе Все Образы Все Видит Служит Причиной Всего Должен Подчиняться Должен Почитаться Всеми Находиться У Истоков Всего Дарует Все И Очищает Все Так Он Подумал И Потому Создал Образ Ишвары Обладающей Чистой Природой Изначальное Бытие Одно Без Второго Без Начала И Без Конца Которое Освещает Все Существует В образе Чит Чистого Сознания Которое Называют Высшим Брахманом Все Проникающее И Неприходящее Сделалось Неявленным Итак Первая Фаза Творения Это Создание Всевышнего Существа Обладающего Чистой Природой Когда Брахман Отражается Самой Своей Чистой Светоносной Энергии Возникает Ишвара Ишвара Наделен Шестью Качествами Сарваджнятва Вьяпакатва Сватантрия Пурнатва И нитьятва Ишвара Это Бог Которому Можно Обращаться С молитвами Это Богаван Брахмана Обычно Не называют Богаван Богаваном Называют Ишвару Богаван Это Тот Кто Совершенственно Делен Бхагой То есть Превосходными Качествами И есть Вайшнавских Больших сутрах Толкований Качеств Богавана И есть Шиваидских Мы Чаще Придержимся Шиваидских Хотя Это Одно и то же Брахман Становится Богаваном Богаван Это Господь Брахман Это Не Господь Это Нечто Что За пределами Даже Понятия Господь То есть Это Всевышнее Сознание Которое Неопределимо Поэтому Некоторые Переводчики Санскрита Переводят Не Брахман Мужского Рода А В оригинале Там Брахман Он Не мужского Не женского Они Его Переводят Как Брахмо Это Что-то Наподобие Как Дао В Китае В Даосизме Неопределимое То есть Брахман Это Неопределимое Это Не мужчина Не Женщина Поэтому Переводят Брахмо А вот Бхагаван Он Уже Имеет Мужскую Природу Это Шива Это Он Господь Да Хотя Он Имеет Как Женскую Так И Мужскую Природу Одновременно Да А вот Например Мать Вселенная Она 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 Тоже Может Быть Ишвар Там Для Мать Вселенной Например Татакали Молится Трипури Она Тоже Может Быть Ишвар Почему Он Только Мужскую Природу Умеет Женская Половина Обиделась Да Здесь Такой Момент Есть Что Преданные Почитатели Шакти Они Говорят Что Шакти На самом Деле Она Как бы Первичная Главная Да Есть Такой Взгляд Если Посмотреть Они Рассматривают Так Что Есть Брахман Как Первичное Сознание А Затем Все Что Проявлено Это Следует Считать Шакти То есть И Ишвару Тоже Можно Считать Шакти Поэтому Они Говорят Не Ишвара А Ишвари Парамишвари С Точки Зрения Шактизма Такой Взгляд Допустим Авторитетен Соответствует Шактийским Татрам В общем Это Еще Зависит От Желания И силы Преданного Видеть В Боговане Ту или Иную Часть Проявленный Образ Лишенного Образа Бытия Это Садашива Ученые Древности И последующих Эпох Воспевают Его Как Бога Всевышнего Ишвара Хотя Садашива Это Ишвара Когда Мы Говорим Об Ишваре Который Обладает Шестью Качествами Это И есть Сажа Шива Хотя Ишвара Один Он Затем Создал Из своего Тела Физический Образ Шакти Шакти Никак Не влияет На его Тело Шакти Называют Различными Именами Пратхана Пракрития Майя Гуновати Пара Мать Будхитатвы Космического Разума Викрития Варджита Лишенная Видоизменений Шакти Способна Делать Различные Жесты Ее Глаза Сияют Подобно Лотосом В полном Цвету Она Излучает Сияние Которое Едва Ли Можно Постичь Она Порождающая Причина Всего Она Проявляется Отдельно В виде Майи Будучи Единой Она Являет Себя В различных Образах Верховный Муж Уруша Есть Шива Его Называют Шамху Не существует Никакого Владыки Над ним Он Держит На своей Главе Мандакини Гангу И носит Полумесяц На своем Челе У него Три глаза У него Пять лиц Он Неизменно Радостен У него Десять рук Он носит Трезубец Он Столько Же Он столь Же чист И бел Как Камфора Все Его тело Покрыто Священным Пеплом Брахман В образе Калы Времени В соединении С Шакти Одновременно Создал Священное Место Под названием Шива Лока Его Также Называют Кашика Величайшее Святое Место Это Прибежище Освобождение Сияющее Надо Всем Природа Этого Святого Места Высочайшее Блаженство Поскольку Изначальные Возлюбленные Исполненные Наивысшего Блаженства Сделали Это Прекрасное Священное Место Своей Вечной Обителью О Мудрец Шива И Шива Шакти Никогда Даже Во время Великого Разрушения Не покидают Это Святое Место Поэтому Его Называют Ави Мукта Несвободные От Шивы Шакти Поскольку Это Святое Место Служит Источником Блаженства Господь Носящий Пинаку Шива Назвал Его Блаженный Лес А позже Ави Мукта О Небесный Мудрец Так Предаваясь Божественным Играм В этом Лесу Два Божества Исполненные Блаженства Говорится Пожелали Чтобы Было Создано Другое Существо Шива Подумал Примерно Так Не сотворит Ли мне Другое Существо Пусть Оно По Моему Благословению Творит Все Защищает Это А в конце Все Разрушает Поручив Все Ему Мы Двое Оставаясь В Каши Будем Странствовать Как нам Нравится Сохраним За собой Только Исключительное Право Даровать Освобождение Мы Сможем Счастливо Оставаться В этом Блаженном Лесу Избавленные От забот От Варенья И так Далее Согласие Своей Супруги Всевышний Господь Оросил Левую Сторону Своего Тела Десятую Конечность Густой Эссенции Нектара Который Возник Благодаря Пахтанию Океана Его Ума В котором Мысли Были Волнами Сатвы Гуна Драгоценной Жемчужиной Раджас Кораллом Атамас Крокодилом После Этого Появилось На свет Существо Которое Было Самым Очаровательным В трех Мирах Умиротворенным Благодаря Господству Сатвы Гуны И казалось Океаном Безграничного Величия У мудрец Оно было Наделено Терпением Не было Никого Кто мог бы Сравниться С ним Оно Излучало Темно-синее Сияние Подобное Цвету Сапфира Со своими Дивными Глазами Сияющими Подобно Лотосу Оно было Восхитительно Все его Тело И лицо Были Золотистыми На нем Было Два Великолепных Шелковых Одеяния Золотого Цвета Его Руки Были Мускулистыми И излучали Блеск Оно Не знало Усталости Оно Поклонилось Шиве Парамешвари И сказала О Господь Дай мне Имена И назначь Мне работу Услышав Это Господь Шива Рассмеялся Он Так Обратился К существу Со словами Подобными Раскатом Грома Шива Сказал Так Как Ты Всепроникающ Ты получишь Известность Под именем Вишну У тебя Будет И множество Других Имен Дарующих Счастье Верующим Совершая Аскезу Которая В высшей Степени Помогает Обрести Желаемое Будь Тверд В ней Сказав Так Господь Передал Ему Веды Которые Вошли В него Через Ноздри Затем Шива Вместе Шакти И своими Спутниками Сделался Невидимым Должным Образом Выразив Почтение Шиве Вишну Приступил К великой Аскезе Даже После Непрерывной Аскезы В течение 12 тысяч Божественных Лет Вишну Не смог Осуществить Своё желание Получить Видение Шивы Который Дарует Всё Он Начал Сомневаться И Благоговейно Медитируя На Шиву Размышлял Что мне Теперь Нужно Делать Тем Временем Послышался Благой Глаз Шивы Снова Совершай Аскезу Чтобы Избавиться От своих Сомнений Услышав Это Вишну В течение Долгого Времени Совершал Суровую Аскезу Следуя Путём Созерцания Ом 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok